Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и готов вам на него ответить. Сразу хотел бы вас предупредить о том, что не буду давать вам каких-то советов, не буду отвечать вам прямо на вопрос о том, что делать. Например, ли вам от своего мужа или, значит, что вы говорите, надеяться на изменения и так далее. Это вы решите сами, как я надеюсь, исходя из моего ответа. Вторым пунктом идет то, что у вас есть определенные национальные особенности, которые заставляют вас подобное терпеть. И надо сказать, что именно с национальными особенностями здесь нужно работать. То есть это как бы сфера деятельности так называемых этнических психологов, которые работают именно с национальными особенностями людей. И здесь, естественно, есть тонкий огран между традициями, которые образовали эти национальные особенности. И, собственно, некие такие откровенно негативные моменты, которые создают вот эти вот самые особенности, ваши национальные особенности. И, соответственно, цель здесь будет эти негативные проявления как-то скупировать. Вот. Теперь мы пойдем с вами непосредственно по тексту. Заводим два года, есть девятимесячный ребенок. Муж периодически бьет, начал поднимать руку с самого начала семейной жизни. Ну, вот здесь надо сказать следующее. Исходя из того, что вы написали немножечко далее, я могу сделать вывод, что вы пошли против родителей. Вы пошли против своих родственников именно в том, что вышли замуж за этого человека. Соответственно, чем вы руководствовались при выходе замуж за него? То есть, именно вот какие у вас были мотивы. Вы знали, что против будут ваши родители. Вы знали, что они его терпят-терпят ради дочери, например. Так как, значит, ну, заникает противоречие на самом деле. Ведь если вы изначально идете на противоречие, если вы изначально идете на конфликт, то вами получается что-то движет. Вами движет что-то, когда вы шли против воли родителей. Вникальный вопрос, что именно? Вами движет. Это мотив. Может быть, что-то родителям вы хотели доказать, и у вас не получилось, и теперь вы чувствуете, что при, например, разводе вы вернетесь на прежнюю позицию, да? То есть, получается, что вы хотели что-то доказать, не доказали, и теперь у вас, как бы, будет все еще хуже. Значит, в этом случае, именно в этом случае, нужно постараться подумать о том, что именно вы хотели доказать, зачем, зачем, для чего, и так далее. Далее. Значит, муж периодически бьет, начал поднимать руку с самого начала семейной жизни. Здесь момент такой. Вы, когда с ним начали только встречаться, он был одним, да? Он был одним. Когда вы поженились, он, получается, поднял на вас руку, и он, получается, стал другим, почему вы позволили себе первый раз, когда у вас еще не было ребенка, стерпеть подобное. Получается, что вы чем-то себе его поступок объясняли, или ваше общество чем-то его поступок объясняло, а после эти объяснения вас перестали удовлетворять. Вот здесь противоречие между тем, как объясняет поступок ваше общество, и как вы воспринимаете сами то, что он делает. И почему вы не доверяете себе настолько, чтобы именно свое восприятие этого поступка сделать главным? не уверены в себе, в чем-то сомневаетесь, считаете, что родители в чем-то правы, традиции в чем-то правы. Далее, вы говорите, я не находился без сил пойти на развод. Почему? Вот по факту, почему не находился без сил? Это не усталость, чтобы вы не находили в себе сил. Это не нагрузка, чтобы вы не могли с ней справиться. Это именно нежелание выходить из зоны комфорта. То есть, смотрите, есть зона комфорта, есть уровень комфорта, который дает вам мужчина, да, и есть то негативное, что вы вынуждены терпеть от него. И получается, что комфорт для вас дороже, чем, например, собственное достоинство, чем, например, собственная самооценка. Комфорт для вас для вас дороже, но ему добавляется еще и осуждение родных. Давайте поговорим про это. То есть, здесь мы поняли, да, что вам нужно выбрать либо комфорт, либо, собственно, как бы, достоинство. И в зависимости от того, что вам ближе, вы делаете выбор. И уже, исходя из этого выбора, выстраиваете свою модель поведения. Дальше. Боюсь осуждения родных, что скажут, что она виновата. Сама выбрала такого. А почему боятся? Почему вы боитесь? Ну, скажут, что это ваша личная жизнь. И я уверен, что и родители ваши тоже не ошибались, а если не ошибались, то им либо повезло, либо выбор сделали за них. Кто дал им право вас осуждать? Подумайте, кто им дал право вас осуждать? По факту. Не по традициям, а по общечеловеческим законам. Кто дал право им осуждать вас? Только потому, что они родители. Но статус родителей не дает такого права осуждать другого, осуждать своего ребенка, только потому, что он ребенок. Подумайте, чего вы боитесь? Реального ли вы боитесь? То есть получается, что вы сами наделили право родителей вас осуждать, и теперь этого боитесь. А почему наделили право? Потому, что так вам проще. Родители вашей общения, вашем социальном кругу, вашей среде социальной, они играют главную важную роль, ну, главную важную роль, да, в направлении вас по жизни. Теперь вы боитесь, что они вас будут осуждать, потому, что вы поступили против них. Если вы поступили против них, значит, подвергли сомнением о их позиции, вы уже подвергли сомнением то, что они вас обсуждают, их точку зрения. продолжайте задвигаться в этом, либо полностью примите их мнение, и да, они подлятся, они кто-то скажут, но они обязательно вам промокут. Откуда такой страх? Опять же, из-за недостаточной осознанности своего выбора. Далее, так как предначально против были, да и сейчас отношения не очень ладятся на уровне терпим ради дочери. Ну, вот видите, ради дочери терпят, значит, любят вас. Значит, да, поздлятся, но помогут, если вы решите принять их точку зрения. А если нет, то вы сами должны выбирать. Сами должны выбирать, как бы вот свою позицию. Далее, обеспечивает нашу семью мой отец, поэтому финансовой наставительности от мужа нет. А почему ваш муж не обеспечивает вас финансово? Как так получилось? Как муж относится к этому? Как отец относится к тому, что как бы ваш муж не обеспечивает вас финансово? Из-за чего ваш муж вообще поднимает на вас руку? И понимаете ли вы как бы вот причины подобного поведения? Не является ли это как раз таки неудовлетворенностью от того, что ваш отец обеспечивает семью, а не он сам? тем самым посягая на самодостаточность вашего мужа? Нет ли у него конфликта у вашего мужа, который обуславливает эту позицию? Ведь вы же все-таки с ним встречались? И не подавольный муж поднимает на вас руку, что чувствует, что вы ему до конца не принадлежите из-за того, что финансово ваша семья обеспечивает ваш отец? То из-за того, что делает муж есть тоже обоснование. Я не думаю, что это только моральное и национальное обоснование того, что вы делаете. Далее, далее. Все это обозревается тем, что я армянка и меня будут отсуждать все мои друзья и родственники за разговор. Ну и что? А что они такие у вас отсуждать? И что это за друзья такие, которые будут вас отсуждать Лилию? То вы же понимаете, что если это друзья, то они принимают вас такой, какая вы есть. Почему? Что это за друзья, которые допускают, что вы можете терпеть побои? Ну и любезны ли вам такие друзья? Может быть вы боитесь остаться одна? Может быть вы боитесь остаться в одиночестве? Это другой вопрос, потому что вы возможно не молите и не имеете средств обеспечивать себя и своего ребенка. Это уже другой момент. Но ведь вашу семью обеспечивает отец, а то с этим все в порядке. Вас волнует именно психологическая сторона вопроса. Вот и подумайте, что это за друзья такие, которые будут вас осозлять за то, что вы не хотите терпеть побои? Это раз. И два. Боитесь ли вы одиночества? Если да, то с этим надо работать. Почему боитесь? Это указывает на отсутствие у вас в достаточной степени личностной зрелости, которую вы работали. Путем принятие себя и умение находиться наедине с собой. После разведения нашей национальности довольно трудно устроить личную жизнь еще и с ребенком. Но вы же понимаете, что это зависит только от вас и от того, как вы себя ведете. Вы же понимаете, что это просто стереотип. Вы же понимаете, что серьезному мужчине зрелому мужчине, зрелому мужчине. Важно, чтобы у женщины был ребенок, потому что если она его не бросила, то она умеет заботиться, умеет хранить домашний отчет, а это для зрелого и взрослого мужчины очень важно. Поэтому вами движут здесь скорее стереотипы. Да, национально обусловленные, но вы можете при желании из них выйти, если хотите. стоит ли мне сохранять семью и надеяться на изменения? Только если значит только если у мужчины есть объективные причины так себя с вами вести. только если есть объективные причины и изменения будут, если эти причины убрать. Если никаких объективных причин на поведение нет такого рода, то изменения ждать не стоит. Далее, уйти окончательно можно только в том случае, если вы сами для себя поймете направленность своего выбора, о котором я вам говорил. Я пару раз пыталась, но меня удерживают ребенок из совести. Ребенку нужна счастливая мать. Счастливой вы точно быть не можете, потому что вас бьют. Значит, не можно быть счастливым ребенком. Поэтому ребенок в данном случае это просто отговорка. Нельзя ради ребенка терпеть бабой, хотя бы потому, что это означает то, что вы с собой жертвуете. И если вы с собой жертвуете, то вы не можете быть счастливой. И на это ребенку вы ничего хорошего не даете. Кроме того, побои это и нервное напряжение, и негатив. Ребенок все это чувствует, и на него это влияет только лишь негативно. Далее. Совесть. Совесть это глаз обществу. Совесть это манипуляция чувством вины, чувство вины, это то, что использует общество для того, чтобы вы делали так, как удобно ему, а не вам, потому что обществу нужно, чтобы вы поступали так, как хочет оно, а не вы, чтобы вы были удобны социальным индивидам, чтобы вы не подавали пример другим людям поступать не так, как принято в обществе. Далее. Последнее. Вы сказали, что у вас есть психологическая зависимость от мужа. в чем конкретно вы от него зависите. Зависимость это потребность. Потребность получается здесь имеет место быть ваша и вам на эту потребность осознать и удовлетворять ее полностью. Самой, самостоятельно только удовлетворяя потребность самостоятельно можно избавиться от зависимости. Опять же, если вы хотите, если у вас есть к этому мотив, если у вас есть стремление и если этому будет отвечать ваш выбор. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok